Всем хлоути, ребятушки, с вами Дамриэль и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем мы, ребят, Урбек Сити Билдер и остановились мы на строительстве атомной станции. Но для того, чтобы ее построить, нам нужно, чтобы приход очков науки был не ниже 45, потому что атомная станция как раз-таки потребляет 45 очков науки. Для этого нам с вами можно будет построить еще один университет, но я не хочу этого делать, потому что он довольно-таки дорогой. Лучше мы с вами добавим еще факультетов, тем более, как видите, выбор здесь довольно-таки большой. Вот есть факультет изящных искусств и письменности. Он у нас с вами открыт, производит 10 очков науки, дополнительно хранит 100. Хорошо, давайте куда-нибудь, наверное, вот сюда приделаем. Плюс у нас здесь также остается вот такая вот некрасивая линия. Я вам предлагаю ее заткнуть просто красивыми парками. Во, вот так вот. Здесь у меня... Какой парк стоит? Здесь у меня тоже стоит красивый парк, так что, ребят, все прекрасно. Плюс 20 у нас с вами приходит, но, опять же, этого все еще мало, поэтому давайте что-то еще добавлять. Ресторан при университете, кстати говоря, тоже производит очки науки. Но почему бы нет? Студенты сидят, наверное, пока обедают, изучают какую-то литературу и тем самым увеличивают науку нам. Так что все нормально. Факультет инженерных наук мы уже с вами вот здесь вот строили, я не хочу повторяться. Кампус. Ну, такое себе, он всего лишь два приносит, значит, нам нужно что-то еще добавлять. Факультет точных наук не можем поставить, потому что нужно две атомных станции. Факультет педагогики. Пять колледжев надо. Кстати говоря, у нас с вами есть четыре, так что давайте куда-нибудь его воткнем. Так, это у нас, вот он, колледж. Колледж, где у нас будет колледж? Колледж, ближайший находится вот тут. Скорее всего, вот здесь мне понадобится. Хотя здесь у меня тоже есть колледж. И здесь есть колледж. Охренеть, почему у меня так много колледжев? Давайте, по-типу, если сюда поставлю. Будет это нормально или не будет? Я не знаю. Ну, просто здесь вот видите, пересечение с производственным районом. Мне бы хотелось как-то сделать переход более плавным. Может быть, я где-то вот тут смогу поставить? Опять, кстати говоря, у меня здесь кладятся парковки. Как же они, ребят, заколебали? Ну, вот здесь ставить колледж как-то будет максимально странно. Все-таки здесь, типа, такая сельская местность. Блин, я даже, ребят, немного в смятении. Куда его лучше тыкать? Короче, давайте поставим вот сюда. Так или иначе, здесь район все равно будет расширяться. Поэтому он здесь потребуется рано или поздно. Факультет педагогики разблокирован. Это все, конечно, хорошо. И давайте с вами его сразу же приделаем. Также производит он 10 очков науки. Короче, разницы особо нету. Это просто, ребят, небольшое разнообразие нам. Это хорошо. Так, давай вот сюда, наверное, мы тебя поставим. Я не думаю, что нужно между ними делать какую-то дорожку. Тут вроде бы все уютно, все красиво размещается. Поэтому все хорошо. Так, 30 есть. Нужно еще в идеале 2. Давайте смотреть. Факультет философии. Нам для этого нужно 5 библиотек. У нас с вами есть 3. Давайте. Так, библиотеки, библиотеки. Где это у нас находится? Это в культуре? Да. Вот она, библиотека. У нас с вами есть сколько там? 2 или 3, я сказал. Короче, я забыл. Ладно, давайте ставим одну вот сюда. Вторую однозначно нужно где-то здесь ставить. И третью. Я даже не помню, на самом деле, где я ставил, где я не ставил. Но окей. Давайте где-нибудь вот здесь будет стоять. Все, разблокировалось. Да, факультет философии разблокирован. Будут у нас там с вами, ребятушки, сидеть философы всякие разные. И придумывать умные мысли. И производить тем самым не науку. Так, далее. Факультет ботаники. Для этого нужно 5 фруктовых заводов. Ну, блин, слишком дорого. А факультет математики. Для этого нужен второй университет. Блин, вы что, с ума сошли? Короче, может быть, ребят, добьем всякими ресторанами. А давайте и так попробуем сделать. Почему бы нет? Так, давай вот сюда. Потом. А здесь у нас что вообще происходит? Я не совсем понимаю. У меня тут опять, ребят, куча мала всякая получилась. Давай так. Красивый парк. Это 100% я его хотел поставить вот сюда. Потом здесь, скорее всего, тоже будет красивый парк. Ну да. И все нормально. И здесь мы, получается, кинем дорогу. И в теории скоро соединимся с вот этим вот райончиком религиозным. По идее, вот это вот фигня. Всякие кампусы не должны влиять на них. Поэтому мы с вами сможем сделать очень даже хороший переход. Ладно, возвращаемся мы тем самым к образованию. Ресторан при университете. Давайте. А, лопат не хватает? Ёпросто, у меня лопаты закончились. Да вы что будете делать-то? С ума сошли, что ли? Окей, ладно. Тогда с вами, ребят, прокидываем еще один райончик. А где-нибудь у нас где он будет? А я даже не знаю где. Давайте сначала вот так вот дороги. А нужно здесь какую-то сделать красоту. Кстати, возможно, красивые парки. Очень много у нас сожрали их. Да, кстати, ребят, вполне возможно. Что-то я решил шикануть. Подумал, во, ни хрена себе. У меня тут уже куча всяких штук есть. Лопат там всяких подобных. Я могу вообще не смотреть даже на них. Оказывается, нет. Ни хрена. Так, нам сюда еще нужен какой-то досуг. Мы с вами давно, на самом деле, не ставили объекты спорта. Вот, кстати, да, досуга дает два. Давай ты вот сюда станешь, теннисный корт. Ну, а почему нет? Пускай стоит рядом с библиотекой. Главное, чтобы мячиком окно не разбили. Я это буду контролировать. Так, здесь для богатого деревянского дома объекты продовольствия. Хорошо. Объект продовольствия, я помню, что у меня находится вот здесь. Нам нужен мини-рынок. Давай сюда. И опять мы с вами уходим в минус по лопатам. Ну, просто, ребят, я пытаюсь, кроме того, как ставить просто дома и фармить лопаты, я пытаюсь еще как-то все это обустраивать, чтобы и районы наши апгрейдились. Короче, нам нужно здесь, получается, тогда добавлять вот таких вот домиков в идеале. Но, как видите, я все застроил заводами. Кстати говоря, заводы тоже можно поставить. Тоже хорошая идея. А что можно еще поставить? У меня просто, видите, все везде застроено. Социальное жилье вроде бы прям супер до хрена дает, а производит 40 лопат всего лишь. Не-е-е, ну это грустненько. Хотя второй человенек можно было бы ранее интереса здесь поставить. А давайте поставим, пускай будет. А почему бы нет? Прямо одинаковые получились. Или они типа в один срослись? Ну, судя по всему, да. Ладно, пускай он там существует. Все равно, ребят, вопрос с лопатами остается открытым до сих пор. Вот здесь, конечно, да, было бы круто. Но нифига. А где у меня есть месторождение железа? По-моему, у меня его, в принципе, здесь больше нету на карте. Ну, я, ребят, не осматривал. Это, конечно, не точная информация. Ну, короче, ладно. Так, давайте тогда вот здесь попробуем парочку домов поставить. И обнести это, соответственно, все дорогой. Что нам еще дает много лопат? Ну, нам дают заводы. Я это, ребят, прекрасно помню. Кстати, а сколько они потребляют? Потребляют одну лопату. Ну, окей, ладно. Хорошо, я понял, что у меня тут самый лучший вариант сейчас, самый быстрый вариант, это поставить как раз таки заводов. Так, а где они у меня? Вот здесь. Давайте будем продолжать все в одном месте тыкать. Возможно, это выглядит не совсем красиво, но кого волнует красота? Нас с вами волнует в первую очередь эффективность. Хранит 100 лопат. А, ну да. Точно, ребят. Ну, вы поняли, да? Это ж хрень. Она не производит лопаты. Она просто увеличивает хранение лопат. О, блин. Кстати говоря, тут лесопилка в скором времени может прекратить свою работу. Хорошо, проблема. Все равно, ребят, остается насущный. А куда-нибудь сюда, если ставить? Где-нибудь здесь, может быть, соединяться? Или все-таки здесь продолжить ставить? Вроде бы, смотрите, у меня здесь районы апгрейдятся, поэтому почему бы не попробовать? Сейчас посмотрим, что им нужно. Они же, по идее, после апгрейдов должны производить, вроде бы, как больше лопат. Поэтому, в любом случае, есть смысл этим заниматься. Так, деловой дом. Что для делового дома? Исключительно здесь нужна плотность. Но, вроде бы, не должно быть никаких проблем с плотностью. Давайте сюда еще прокинем райончик. Попробуем с вами что сделать. Блин, тут такое место не очень удобное. Кстати говоря, может быть, зафигачим мост? Мы с вами вообще ни один мост даже не ставили. Есть красный, есть серый мост. Куда его можно поставить? Ну, типа сюда. Ну, и здесь делаем какой-нибудь райончик. Точно, давайте попробуем. Так, это у нас, давайте вот таким вот образом. Ну, и вот, получился вот такой вот простенький мост. Не соединен с объектом, я знаю. Не гундите. Ну, и все, и тогда вот тут мы с вами что-то застроим. Получится, может быть, какой-то аналог Панхеттона, кстати говоря, да. Нужно только, наверное, здесь как-то по уму все прокинуть. Ну-ка, а я могу здесь поставить... Так, склады, завод, лесопилка, док. Вот здесь он ставится, хорошо. Просто я хочу параллельно также здесь и рыбацких домов получить. Так, распространяется он примерно досюда, значит, можно будет еще вот здесь в будущем ставить. Окей, давай сюда. Давайте вы тоже сюда становитесь. Здесь, по идее, требования не особо большие, поэтому можем с вами упарываться как захотим. Кстати говоря, вот здесь тоже у меня будут рыбацкие дома. Так что нужно держать в уме, что нельзя застраивать берег. Так, а рыбацкие домашние лопаты тоже, да, делают? Да, они тоже делают лопаты, но довольно-таки мало. Ладно, меня это не особо волнует. Мы хотя бы здесь просто как-то с вами оборудуем райончик. Давай, наверное, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Нормально вам тут будет? Ну, по идее, нормально. Для богатого деревенского дома, ну, хотя бы, чтобы он стал богатым, нужен досуг и объекты продовольствия. Ладно, пока что, пускай это все так стоит. Вроде бы это работает, потом мы с вами в будущем к этому всему вернемся. Давайте все-таки продолжать разбираться вот с этими всякими кампусами. А может быть, блин, пофигу вообще поставить просто один ресторан, один кампус, и еще добавить какой-нибудь факультет. Все-таки они очень много дают. Ну, так-то да. Ладно, давайте ресторан ставим вот сюда. А у вас есть один ресторан при университете в радиусе 10. А, да, я поставил. Ну, тогда окей, давайте инженерный факультет, где он тут стоит. Все, вот сюда. А, есть в радиусе. Блин, ну, оно ни хрена себе, радиус довольно-таки большой. То есть я максимум смогу где-то здесь поставить. Да уж. Окей, ладно. Во, кстати говоря, 47 у нас с вами получается уже приходит, так что можем смело ставить атомную станцию. Вот она. А где мы ее можем поставить? Она вроде бы никаких негативных эффектов не имеет, но все равно хотелось бы, чтобы она как-то смотрелась, вписывалась в то место, где она стоит. А давайте вот сюда. Нормально. Теперь построите городскую ратушу, пересмотрите законы. Некоторые из них окажут серьезное влияние на ваш город. Так, ратуша, это городской совет. Подождите, а где ратуша? Вот она, городская ратуша. Потребляет она довольно-таки много. И, кстати, у нас сейчас будет кое-чего с вами не хватать. Ну, ладно, я думаю, что мы этот вопрос решим. А городская ратуша, ни хрена себе, она большая. Ну, типа, может быть, сюда куда-нибудь ее ставить? Вот так вот. Да, давайте так и сделаем. Чтобы улучшить городскую инфраструктуру, можно построить метро. Сначала вам понадобится центральный узел, а затем можно будет построить станции метро. Теперь построите центральную пересадочную станцию. Напоминаю, ее можно развернуть с помощью кнопки ТАП. Хорошо. Вот так вот у нас с вами выглядит, ребят, городская ратуша. Открылись, я так понимаю, законы третьего уровня. Кинотеатры всякие. Фестивали. Счастье увеличивается на 0,5. Производство еды снижается на 200 единиц. Мне это не особо критично. Трансгеника. Производство продуктов выросло на 10%, но научные ресурсы снизились на 100%. Это, типа, будет минус 100 потребления, либо же просто хранение снизилось. Интересно. Банановая республика. Свободные торговые соглашения. Производство товаров выросло на 300%, но производство стали снизилось на 50%. Не, ну подогодите, мне это пока не особо нравится. Ладно. Так, у нас с вами вот просадка по товарам есть и просадка по гаечным ключам. Гаечные ключи это не проблема. У нас с вами есть религиозный район. А где его только он, кстати, можно подрасширить бы. Вот здесь есть небольшая такая вот фиговина. По идее, я вот могу примерно досюда его ставить, и вроде бы это не должно влиять. Но давайте проверим. Так, вот этот вот квадратик. Типа, если я ставлю вот таким вот образом дорогу, то это будет, ребят, получается, край религиозного района. Так, церковь у нас... Ага, церковь у нас вот так вот достает. А полицейский участок? Где-то он вот здесь стоит. Полицейский участок достает. Хорошо, давайте тогда я уменьшу тогда дорогу. Ну а что делать? Я просто не хочу еще одну дополнительную церковь ставить, из-за того, чтобы на один квадратик дополнительно протянуть район. Так, кондоминиум, ребят. Нам с вами старый знакомый наш кондоминиум. Так, и вот сюда. Все, тогда между ними нужно бросить дорогу. То, возможно, дома не построятся. Потому что скажешь, что очень далеко у нас с вами до дороги. Так, и сюда давай. Оп, и оп. Сейчас посмотрим, что там эта станция метро требует. А не влияет никак? Вроде бы бедным каким-то они становятся. Да, но только мы с вами, получается, выпилили очень много древесины. Ну ладно, кого это волнует? Меня это не особо парит. Так, и теперь нам нужна фабрика. Фабрика у нас где-то... Вот, фабрика по производству товаров. Все у нас для нее есть. Только она производит загрязнение, поэтому нужно ее куда-то подальше ставить. Объекты, логистика. И также еще нужны жители сюда. Точно, ребят. Ёпрст. А я-то и забыл про жителей. Ну, типа, вот если здесь я ставлю нормально. Аэропорт, взлетно-посадочная полоса разблокированы. Вот это да. Так, ну хорошо. Давайте вот сюда. И нам, получается, еще нужно 5 складов. Хорошо, давайте. Она занимает 4, если что. Хорошо. Так, раз, два, три, четыре и пять, шесть. Хорошо. Давайте сейчас также мы с вами проверим, не сломается ли здесь что-нибудь. Вроде бы не должно. Вроде бы красным нигде не светится. Типа, то, что чего-то там не хватает. То, что мы с вами заменили кусок полей, это вообще не страшно. Главное, что у нас есть фабрика. И главное, что она, соответственно, работает. Все. Так, построите центральную пересадочную станцию. Пересадочная станция метро. Это она. Потребляет, кстати говоря, не так уж и много. Ого. То есть здесь у нас, получается, будут стартовать поезда и уходить куда-то под землю. Куда можно поставить? Ну, типа здесь, если только. Либо вообще вот здесь. Ну-ка, таб ворочаю. Нужно будет тогда с дорогой что-то решать. Да, в принципе, ничего страшного. Хотя нет, я бы там, ребят, лучше бы построил дома, потому что там очень низкая плотность населения. Окей, давайте вот сюда мы, в общем, ставим с вами. Вроде бы никаких загрязнений она не производит, так что можно не париться. Все, и есть станция метро. Вот, получается, вот это, скорее всего, тоннель. Теперь построите три станции метро, так же, как вы делали с автобусными остановками. Они должны находиться не слишком далеко друг от друга, и первая из них должна находиться вблизи центральной пересадочной станции. Ну, давайте пробовать. Так, станция метро. Первая. Ага, радиус должен быть. Хорошо. Давай вот сюда. Вторая. Они должны друг друга, я так понимаю, дополнять. Давай вот сюда. И третью, например, вот сюда. Ну, и давайте еще где-нибудь по городу пустим. Кстати, что у нас тут? А что не нравится? Стоп, 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 стоп. Что, что гремит красным-то? Ну. Это работает. А, вот. Ноль или менее объектов в банковский сектор. А, не получается, апнулись в банковский сектор. Ну и ладно, пускай даунгрейдится. Возможно, во что-то другое они перерастут. Так, нужно куда-то еще станцию метро кинуть, потому что не есть. Хорошо. Нужно нам с вами инфраструктуру нашего города расширять. Ну, негде построить. А что негде построить? Вот здесь можно построить. Давайте сюда прокинем. Вроде бы не сильно много живет. Хотя, кстати говоря, могу сейчас спросить по гаечным ключам. Вроде бы нормально. Ну и давайте вот сюда. Все. Короче, этого будет достаточно. Далее. Замедите курсор на иконку строительства молла. Меню строительства знаковых объектов. Если вы решите построить молл, появится много парковочных мест. Впрочем, одной или двух станций метро поблизости будет достаточно для транспортной доступности. Хорошо. Молл это, я так понимаю, прям огромнейший гипермаркет. Это у нас где должно находиться там? А здесь я вроде бы не вижу. Это, наверное, вот тут. Молл, да. Аэропорт имеет большое значение для развития торговли в городе. Его строительство делится на две части. Строительство аэропорта, затем строительство взлетно-посадочной полосы. Это хорошо. Давайте сначала молл поставим. У нас вроде бы нормально все для него есть. Вот таких он, ребят, размеров. А давайте его... А что там? Автосохранение? Да, автосохранение. А давайте его куда-нибудь, может быть, вот сюда приделаем. Отлично. Минус 10 транспортная инфраструктура. Но это не проблема. У нас здесь с вами есть станции метро. Также давайте на всякий пожарный, мало ли чего, поставим автобусную остановку. Все. Теперь вроде бы здесь что-то должно, наверное, апгрейдиться. Так, у нас тут также, как видите, с вами есть места незастроенные. Я вам предлагаю их застроить. Так, а тут что у нас? Что там стоит? Я просто, ребят, не совсем вижу. Там я что-то ставил. Я, по-моему, кстати, да. Я ставил там университет или колледж. Что-то из этого, в общем. И сюда, наверное, какой-нибудь парк. Кстати говоря, давайте построим площадку с гравийным покрытием. Мы с вами ни разу ее не ставили. Поэтому можно поставить. Вот так вот она выглядит. То есть здесь люди будут сидеть, отдыхать между покупками. Ну и, может быть, станцию метро даже сюда провести. О, прекрасно. Мне кажется, ребят, я самый лучший мэр. Так, и вот сюда вот тоже пару домов. Все, отлично. Пускай развиваются. Здесь вам что нужно? Из деревянной хижины в богатый деревенский дом. Ага, здесь вам нужна плотность населения. Но вроде бы она сейчас должна появиться. Вам что нужно для богатого? Тоже плотность населения. Короче, ребят, все упирается в плотность населения. Так, давайте строительство аэропорта. Аэропорт. Вот он. Что он производит? Ноль или менее объектов. Жители. А, то есть жители не должны находиться рядом с аэропортом. Правильно? Ну это правильно. Кто захочет жить рядом с аэропортом, потому что там всегда шумно. Аэропорт обычно, ребят, где-то находится за городом. Кстати говоря, его можно куда-нибудь, наверное, вот сюда поставить. Почему бы нет? Пускай стоит где-нибудь на краю. Все, объект аэропорта отсутствует в радиусе 10. Хорошо. Так, аэропорт готов. Восьмиэтажное офисное здание с торговыми площадями разблокировано. Ни хрена себе. Вот это да. Так, теперь взлетно-посадочная полоса нам нужна. Каких она должна быть размеров? Не хватает, кстати, стали? Не хватает. А нет, стали хватает. Нам не хватает, опять же, научных ресурсов. Как вы, блин, заколебались с ними. Так, рестораны, факультет педагогики. Мы, по-моему, с вами все, да, факультеты построили? Какие могли построить? Можно поставить кампус. Раз. Кстати, второй кампус можно прямо рядом ставить. То есть, ага, я понял. Нету никаких ограничений по количеству кампусов. Давайте вот так они будут стоять. Да и, собственно, все. Здесь я бы, на самом деле, кинул дорогу. Я ее, ребят, и планировал здесь ставить. Но что-то потом забыл. Все. И вот так вот закруглим. Отлично. Можно даже вот так вот, наверное, соединиться с религиозным районом, чтобы жители смогли путешествовать. Ну, а здесь потом чем-нибудь застроим. Чем-нибудь, короче, придумаем, чем застроить. Так, все там нормально. Да, все нормально по ресурсам. Можем с вами строить взлетно-посадочную полосу. Куда ее тыкать? Как она вообще должна стоять? Ну, по идее, где-то вот здесь. Вроде да. Теперь, когда у вас есть аэропорт, можно получить жилой дом с торговыми и офисными помещениями. Такие дома появляются на месте пятиэтажных жилых домов с магазинами. Благодаря офисам вы сможете строить улучшенные дома и производить больше ресурсов. А также разблокировать более высокие здания. Постройте жилой дом с торговыми и офисными помещениями. Хорошо. Давайте только, наверное, соединим с общей дорогой наш аэропорт. А то такой себе получается. Во, примерно как-то так. Так, нам нужно проапгрейдить вот эти вот дома. Жилой дом с магазинами. А, кстати говоря, он сейчас появится. Пятиэтажное жилое здание. А, нет, подождите. Вот, восьмиэтажное офисное здание с торговыми площадями. Оно же нам нужно. Девяносто или более квадратов и не менее пяти торговля в радиусе семь. А торговлю, кстати, вот эта фигня, по идее, должна очень много производить. Да, десять торговли. Но нам надо больше. Она, кстати, покрывает еще продовольственное обслуживание. И инструменты, что самое главное. Короче, тогда нам нужно вот здесь апгрейдиться. Двухэтажный деловой дом. Потом жилой дом с магазинами. Правильно же? Да, здесь нужен банковский сектор. Банковский сектор. Может быть, вот здесь хижину какую-нибудь снести. Я не помню, там просто большой банк нужен, либо маленький. Не совсем ясно это. Банковский сектор. Пять дает единиц. Да, ребят, наверное, нам нужен большой... Блин, как бы его так поставить красиво? А если я вот здесь на углу поставлю? Снесу один парк, но, в принципе, ничего страшного. Досок он свой дает, и это самое главное. А ну. Так, двухэтажный деловой. Жилой дом с магазинами. Да. И теперь, соответственно, смотрите, будут еще двенадцатиэтажное здание. То есть, ребят, плавно мы с вами приходим к небоскребам. Это очень хорошо. Более или менее, это понятно, это нам не надо. Вот, пятиэтажное жилое здание с торговыми площадями. А здесь нужно больше торговли. Пятнадцать дается, видимо, от какого-то магазина и от этого молла. Охренеть. То есть, мне нужно прям полноценные районы с шопингом ставить. Молл. Еще один, кстати говоря, можно. Неожиданно. Где-нибудь вот здесь. Будет нормально, по идее. А вот здесь чем-нибудь заткнуть. Давайте, знаете, даже я понимаю, что нужно домами это, наверное, заткнуть. Возможно, не совсем круто, что дома находятся рядом с моллом. Ну, а что поделаешь? Так, ставим молл. И, скорее всего, мы сейчас просадим по ресурсам. Да. Нам нужны будут снова коробки. Но это ладно. Это полбеды. Это не страшно. Все. И тогда тоже с вами здесь затыкаем все домами. Давайте теперь снова ставить фабрику по производству товаров. Ее можно, кстати, где-то здесь ставить. У нас же все равно здесь с вами район гетто получается. Правильно? Вот здесь я бы поставил с удовольствием. Но это затянет тогда вот эти вот дома. Это нам не очень надо было бы, конечно. Так, а вот сюда? Да, сюда можно. Только нам нужно 8 объектов логистика. Хорошо. Без проблем. Давайте. Где у нас тут логистика? Логистика у нас находится вот здесь. 8 объектов. Сколько это получается? Вот сейчас я ставлю. Я поставил 6. Еще нужно 2. Ну, давай вот сюда. Вы производите недостаточно железа. А, то есть теперь еще и железо у меня закончилось. Прекрасно. Ну, кстати говоря, это, ребят, повод, чтобы поставить вот эту вот фигню. Открытый железный рудник. Куда ее можно тыкать? Нам нужно 8 или более объектов логистика. 1 или более объектов металлургия. Металлургия. Это какой? Это вот где-то здесь, смотрите, цепляется. Это вот эта металлургия? Да, большой сталелитейный завод. Соответственно, я где-то здесь смогу поставить вот этот вот открытый рудник. Железный. Ну, типа куда-нибудь сюда было бы идеально. Нет природных ресурсов для разработки. Точно. Еще ж нужны вот эти фиговины. Логистический модуль добычи железа. Кстати, может быть, его поставить? Нет природных ресурсов. Ну, только если, да, вот здесь вот так тыкать. Но у меня больше вариантов, ребят, других нету. А как-то можно вообще железное на что-то другое заменить? Либо мне все-таки остается это апгрейдить вот эти вот дома. Хотя они уже до максимума заапгрейдены. А ну, давайте, короче, ребята, отправимся с вами на поиски ресурсов. Вот это, кстати, проблема. Мне не сказали, как можно железо производить альтернативно. Его только добывать. А ну. Вот здесь есть железо. Окей, давайте поставим. Так, что нам нужно? По идее, нам нужно что-то более эффективное, правильно? Железный рудник всего лишь пять производит. А подождите, а что я парюсь? Может быть, я нахрен тогда снесу тот железный рудник и поставлю нормальный? Это же будет логично. Зачем мне вот так вдали прямо строить что-то? А ну-ка. Давайте попробуем. Так, вот здесь, может быть, он снесется. Сколько он места занимает? Давайте посмотрим. Так, железный рудник. Он два на два получается. Хорошо. Вот это вот фигня. Открытый железный рудник. Кстати говоря, мы можем здесь снизить уровень загрязнения. А можем его, наоборот, увеличить. Он большой. Вот, модуль вот этот вот должен стать. Но здесь нету объектов металлургии. Вот здесь, по идее, должно становиться. На втором месторождении. Да, только здесь не хватает объектов логистики. И опять же, не хватает металлургии. То есть, мне нужно прямо вообще здесь все конкретно переделывать. Блин, почему все так сложно? Ну, тогда, ребят, ставим вот здесь. Пофигу. Осталось только найти теперь. Вот он он. Хорошо, давайте. Тогда ставим сюда дорогу. Как-нибудь, наверное, вот таким вот образом. И тогда открытый железный рудник. Да, он будет, наверное, пополезнее. Здесь нужен объект металлургии. А, кстати говоря, я его не смогу сейчас поставить, получается. Потому что у меня вообще нихрена нету. Стой. Нужно ставить все на паузу, потому что у меня и коробки тоже закончились. Стали литейный завод. Он потребляет 10. Да, я его не смогу поставить. Или смогу все-таки поставить. Просто это тогда, получается, какая-то патовая ситуация. Блин. Минус один. Минус один железо. Что мне с ним делать, с этим минус одним железо? А вот эта вот фигня, ну-ка. Логистический модуль. Ну, кстати, для него есть все. Но, опять же, я не смогу объект логистика поставить, потому что для него требуется, опять же, железо. Короче, нам в первую очередь нужно решать проблемы с железом. Нужно хотя бы хоть чуть-чуть уйти в плюс. Нужно попробовать это сделать. Блин, как же долго вообще перемещаться по карте? Ой, либо переносить большой сталелитейный завод все-таки. Ну, это прям не очень хорошо получается. Но если я его перенесу сюда, тогда у меня здесь будет работать все гораздо эффективнее. Короче, ладно, ребят, сейчас попробуем. Фух, ребят, ну, наконец-то я смог решить проблемы с железом. Вот, смотрите, вот так вот я оборудовал здесь производство. И у меня даже получилось воткнуть три открытых железных рудника, которые дают мне просто охренеть, сколько железа. Ну, и также я еще произвел небольшие изменения на старом месторождении. Давайте вам сейчас покажу, где это у меня здесь находится. А находится у меня это вот здесь. Мне пришлось, короче, перелопатить здесь заново район. Но по итогу у меня, опять же, получилось сюда воткнуть открытый железный рудник. Ну, и, соответственно, вот большой железный рудник стоит здесь сам себе работает. Короче, в целом все хорошо. Единственное, что непонятно, это как мне построить жилой дом с торговыми и офисными помещениями. Короче, смотрите, где у меня тут такие дома есть. Пятиэтажное жилое здание с торговыми площадями. Вот, смотрите. Я так понимаю, мне нужно его проапгрейдить в восьмиэтажное офисное здание с торговыми площадями. Но проблема в том, что у меня нету квадратов в торговле. Я так понимаю, 90 или более квадратов и не менее пяти. И торговли в радиусе 7. Есть 36. Чего сейчас не хватает, если честно, я не совсем понимаю. Ну, то есть торговля, это понятно. Торговлю мне дает мол. Ну, блин, много молов не поставишь. У меня тут здание немного даунгрейдится. Это, ребятки, просто экспериментировал. Ничего страшного в целом. Короче, я так понимаю, мне нужно поставить просто гигантский, наверное, торговый район. И после этого он уже, наверное, как-то будет апгрейдиться во что-то. Скорее всего, да. Я могу предположить только такой вариант. Просто как мне поднять еще торговлю? Вот давайте посмотрим. Здесь мне даются инструменты. Это понятно. Супермаркет. Родовольственное обслуживание, инструменты. Полицейский участок, это понятно. Община анархистов, тоже понятно. С клиниками, тоже все понятно. Маленький банк. Банковский сектор. Это тоже самое или нет? Вот я не совсем могу понять. Вот если я сюда поставлю, например, банк. Где-то он у меня еще вроде бы стоял. Но давайте попробуем вот сюда поставить. Хотя, подождите, у меня он стоит здесь. Банковский сектор. Двухэтажный деловой дом. Вот что ему сейчас не хватает, чтобы стать пятиэтажным с магазинами? Банковский сектор не достает. Окей, допустим. Окей, допустим, у меня здесь есть парк. Давайте я его снесу и попробую поставить все-таки большой банк. Давай, наверное, вот сюда. Так. Сейчас вот это вот пятиэтажное жилое здание должно стать жилым домом с магазинами. Недостаточно еды произвожу. Я понял, хорошо. Давайте исправим этот момент. Просто я хочу понять, что конкретно дает огромное количество именно торговли. Просто моллов дофига я ставить не хочу. Я, на самом деле, ребят, даже немного пожалел, что я поставил второй молл. Потому что из-за этого у меня возникла проблема с ресурсами. Ну ладно, я ее решил, и это самое главное. Так, что по идичке? Минус 27, давай зернохранилище. Сюда его можно поставить. Единственное, что нужна ферма, которая, скорее всего, сюда не влезет, да? Вот сюда можно поставить. Но тогда мне нужно больше полей. Хорошо, давай. Дайм сюда поля. Хотя, ребят, знаете что? Я, наверное, не буду сейчас над этим всем заморачиваться. Я просто поставлю парочку ферм в аренду. Чтобы мне хоть как-то немного в плюсе балансировать. Ну и, собственно, все. Да, именно я так и сделаю. Так, и давай вот сюда воткнем. Все, прекрасно. Сейчас часть уже, по идее, должна была проапгрейдиться. Потому что я заметил, что я снова ушел в минус. Но перед этим я был в плюсе. Так, это вот они. Пятиэтажное, да, жилое здание с торговыми площадями. Вот, восьмиэтажное офисное здание. Вот, смотрите. Тридцать пять. Допустим, хорошо. Здесь будут апгрейдиться. Вот, двухэтажный деловой дом. Жилой дом с магазинами. Этого не хватает. Короче, давайте так. Кто, ребят, шарит, напишите, пожалуйста, в комментариях, что мне, блин, делать с этими домами. Как получить восьмиэтажный офисный дом. Но у меня есть только предположение, что нужно больше пятиэтажных с торговыми площадями. А, возможно, нет. Короче, давайте пока что на этом закончим. Пишите ваши комментарии. Ну, а ссылка на плейлист со всеми сериями по замечательной игре Урбек Сити Билдер будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем год бати, ребятушки. И до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...